и снова здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и сейчас у нас тема ноги ноги спереди что мы с ними делаем показываю быстро потому что уже неоднократно объяснял значит для начала с коленом расшатали его подвигали можно подложить кулачок под него чтобы ровнее лежал и свободнее было растянули ногу вперед для этого желательно схватиться за стопу на себя на него на человеке и загибаем а колено управляем такие мягкими покачивания движемся той степени до какой позволяет позволяет его сухожилия при этом желательно что предположено надо лежал ровно прямо далее опустили ногу под прямым углом сделали везде прямые углы покачали самого колена тут взяли за чашечку и не сдвигая чашечку проверяем как она ходит ршат туда-сюда во все стороны такие движения после этого следующее подбиваем под коленку загибаю ногу целиком на живот на брюшину симулируя таким образом перистальтику а здесь хватаемся выше свода стопы вот экватор такой стопы есть здесь самая верхняя точка над ней растягивая вертикально вниз даем и стопу как бы пытаясь оттянут немножко назад вот так вот высвобождаем блоки вот в этом сочленение после лодыжки после этого загибаем ногу вот так она должна быть перепонтику на оси корпуса человека насколько можем потрясли и можно немножко так у челкнуть в колене будет щелчок это если у нас берцовая кость относительно бедерной кости выходит вот сюда таким образом мы ее обратно вставляем просто для растяжки если или если человек тянет ногу да можно дополнительно схватить вот так вот рукой и его разворачивая а эту ногу просто придерживаем тянется чувствуешь да также в этом в этот момент хорошо тянется шаровидное сочленение с крестцом с тазовыми костями следующий прием мы накладывали ногу полностью на его брюшину здесь стопу нагибаем на себя и растягиваем ногу в противоположную сторону при можно вот чашечку дополнительно про массировать после этого следующий прием накладываем ногу по диагонали в противоположные его подреберья и вот тут хорошо растягивается растягиваются грушевидные мышцы которые дополнительно можно проработать вокруг и большого вертала бедренной кости кулачком локтем запястьем плечи всем чем можете достать такой рукой работаете в данном случае неважно после этого расшатываем ему тазобедренные суставы сочленения быстрыми энергичными движениями и достаточно большими махи в одну сторону и другую сторону если собираетесь мобилизировать сочленение берцовое бедренное то перехватываем руку за болень вот сейчас будем дергать расшатали поймали момент и дернули колено сочленения тогда мы вместе с берцовым когда вы дербим вот этой рукой на себя аж таз приподнимать видите а противоположной рукой в него даем движение вот такое запомнили следующий элемент терапии это воздействие на крестцово подвздошное сочленение для этого ногу разворачиваем если позволяет человек если не получится кладем над коленкой стопу если не получится то хотя бы вот так рядышком упираемся в гребень подвожу кости вот он торчит мягонько мякостью ладони не больно тут просто аккуратно потому что и пузырь идут у человека для этого мы расшатываем противоположную сторону сочленения еще раз повторюсь крестцово подвздошное и когда поймали момент перед расслабление раз одновременно противоположную сторону оттолкнули отчет какой тогда будет траст мы услышим хруст следующий прием альтернативное растяжение если вам неудобно то можем заплатить ее за пятку уперевшись в свое предплечье полностью натянули на себя и нам изгибал выше колено в противоположную сторону рукой давим потянули вдоль корпуса и следующий прием делаем чуть назад пуша доступили получается нога под 45 градусов в сторону ушла и под 45 градусов развернулась и вот так руки наши прямые закрепили закрепились да как станок а самим корпусом немножко вот так вот растягиваем тут получается тянутся все мышцы все сухожилия с тыльной стороны ноги вот до вот тех самых мышц которые выстилают нашу наш тазобедренные кости пояснично пояснической совы там все вот эти следующий прием ну это могут массаж делали массируют а сейчас мы массаж не будем показывать с ногой если мы хотим например при этом уж вспомните он показывал его найти там глубоко подпаху и мышцы находится та самая про которую редко кто говорит и вот она вот из брюшины выходит из таза там ты крепится к ноге ее можно отдельно пронять и кстати она же еще и влияет на седальщий нерв если человека болит седальщий нерв то можно подложить поэтому подложить вот это вернее мышцы подложить свою ногу подкладываем а его ногу натягиваем и вокруг этой точки прорабатываем так вот хорошо лечится синдром седалищий нерва чувствуешь там идет работа вот такая массажная работа и нужно поддерживать через свою ногу как бы ну какую ногу вам удобнее поставить в принципе неважно можно это ногой далее выдергивание у нас идут с осуществление бедренной кости с тазом стазом для этого мы хватаемся за лодыжку за стопу но чуть поближе к лодыжке до ключ нашего внимания формируем именно этом суставе куда мы обращаем наше внимание там и идет работа выдергиваем потом отдельно стопу чуть-чуть сползаем и не только на стопу держим стопу расшатали ее почувствовали свободу мобильность выдергиваем прямым хватом и выдергиваем на себя пятку а саму стопу как бы защелкиваем как урок вперед в него раз далее пятку держим и поворачиваем стопу относительно пятки чтобы она жестче была закреплена я предлагаю все таки с этой стороны захват пятки сделать своим предплечным держать его колено и тогда мы стопу относительно пятки загибаем потом всю стопу можно развернуть вот так вот так несколькими движениями получаются практически точки применения силы у нас здесь развернули здесь и здесь но чтобы плотнее было надо держать на плотными своими ладонями жестко закрепив стопу далее мобилизируем пальцы согнули их подушечками своих пальцев уперлись с тыльной стороны в мякоть под стопой под пальцами вот они загнулись и мы увидим как упирается в эти косточки если не ровно выпирают то можно их подогнуть так чтобы были ровнее силой давим в противоположную сторону но в данном случае мы уже данному нашему манекену все прокрутили поэтому хруста нету да просто показан как это работает потом большой палец согнули вперед и вниз вот так это вот как бы заарканили да противоположной рукой держим голень и мы держим палец на себя можно еще вот этому вот это сочленение если вот это сочленение нас интересует то можно глубже взять именно вот это сочленение вытянуть на него вверх получается если что вот эти плюсом кости не выходили пальчик раскачали большой с надавливанием на эту кость в нее вправили